здравствуйте меня зовут дмитрий я руководитель интернет аукциона киселёв мы занимаемся продажей предметов коллекционирования основное наше направление это банистика и нумизматика мы работаем с 2009 года первые достаточно крупные централизованные торги мы провели в 2014 году а сейчас уже идет 59 наш этот аукцион полностью посвящен российской банистике выставлено более 700 лотов сейчас на видео я пройдусь по наиболее интересным и ценным лотам на мой взгляд начну свой обзор с банкноты 10 рублей 1887 года это редкая банкнота российской империи большинство знаков этого типа гашенные как в принципе предмет который представлен у нас на торгах по данным корпуса российских кредитных билетов известно всего лишь 30 экземпляров общегосударственные выпуски всегда были более востребованы среди коллекционеров я считаю что любой серьезной коллекции российской империи должен присутствовать такой знак вот его реверс продолжаю рассказ банкноты 3 рубля 1905 года на первый взгляд простая банкнота с подписью коншины и иванов но стоит обратить внимание это самое редкое сочетание подписей управляющего и кассира коншин и валерьян иванов снова обращаемся к литературе книги пирожкова отмечены всего лишь три набора литр с этими подписями что подтверждает редкость банкноты сейчас на рынке я имею ввиду торговые площадки молоток и опцион рул не представлены аналогичных экземпляров я считаю что данный предмет будет очень востребован на торгах особенно в такой сохранности следующий лот на котором я остановлюсь это лист денег марок 1915 года это самый редкий выпуск без надпечатки отдельно такие марки на рынке стоят от двух до двух с половиной тысяч рублей легко посчитать что 100 марок в листе стоит порядка 200 тысяч рублей если есть финансовая возможность то сейчас отличный шанс приобрести редчайший предмет ведь целостный лист намного привлекательнее с точки зрения коллекционирования и с точки зрения инвестиций притчайшая вещь продолжил свой рассказ расчетными кентанскими 1929 года у г.п. деньги предназначались для обращения внутри лагерей большинство заключенных были репрессированы за политические преступления в период правления стали банкноты в первую очередь предназначались для внутреннего обращения основной целью банкнот является то чтобы сбежавший заключенный не мог и не воспользоваться за пределами выносить банкноты за территорию лагерей категорически запрещалось поэтому до наших дней дошло очень мало экземпляров основная их часть была уничтожена особенно редкие крупные номиналы которые представлены как раз на нашем аукционе так как заключенные получали совершенно маленькую плату за свою работу то в обращении преобладали мелкие номиналы 5 и 20 копеек а также 2 копеек всего было три выпуска они отличаются водяными знаками и подпись у нас на аукционе представлены все три выпуска это 50 копеек первого водяной знак окна подпись боги 1 3 5 рублей 2 с водимым знаком звезд подпись также 20 копеек третьего выпуска подпись бога не упустите эти раритеты у нас на торгах сейчас у меня в руках находятся пробные оттиски современных банкнот россии с надпечаткой образец качество и способ печати позволяют с точностью определить что они были на фабрике скорее всего они предназначались для технологических целей попадение этих вещей в коллекционный оборот это нонсенс не положив коллекцию сегодня возможно они больше не появятся на торгах бывает такая ситуация что коллекционер незнаком с какой-то местной и частной бонной так как не встречал и ранее и в связи с этим он не может правильно оценить историческую и коллекционную значимость я сам сталкивался с таким когда был начинающим коллекционером мне попадались редчайшие вещи а я смотрел на них просто как на кусок бумаги поэтому рассказывая о некоторых следующих лотов я бы хотел более подробно останавливаться на их исторической части рассмотрим вот номер 291 это 6 процентное обязательство номиналом 200 рублей уральского казачьего войска 1918 год уральских казаки это военное объединение белой армии периода гражданской войны тогда они командовались колчаком до 1920 года численность армии не превышала 10-15 тысяч человек для обеспечения нужд армии как раз и выпускались эти обязательства чем крупнее номинал обязательства тем он реже банкноты 50-100 рублей редко но встречаются на рынке коллекционирования стоят порядка 20-30 тысяч рублей номинал 200-300 рублей достаточно реже один из таких обязательств представлен у нас на аукционе номиналы крупнее исключительно редки бывают на аукционах один раз в год или не чаще продолжу свой рассказ хабаровскими чеками у нас выставлено 25 хабаровских чеков и все они разные постараюсь рассказать как можно закурировать классифицировать хабаровские чеки на что стоит обращать внимание первая отличительная особенность на хабаровских чеках это литера соответствии с литерой различаются цвет чека и его дизайн следующая разновидность это номинал номинал может быть написан от руки номинал может быть напечатан или перфорирован также половина знаков хабаровска встречаются с отпечаткой номиналы и без и следующая последняя разновидность хабаровских чеков это эмитент не многие коллекционеры собирают хабаровские чеки по эмитентам наверное потому что это слабо каталогизированная сфера но на мой взгляд это очень интересно известно порядка 30 эмитентов хабаровских учреждений так наиболее встречаемые окружной арсенал гимназия военного ведомства ямурская плотина более редкие примеру реальное училище местного завет хабаровска если вам интересна эта тема пишите я поделюсь информацией которые у меня есть и так следующее о чем я расскажу это банкноты кафе олимпия город владивосток редчайший выпуск два номинала представлены у нас на торгах связи с абсолютным отсутствием разменных денежных знаков мелких номиналов данный магазин выпускает свои деньги в условиях тяжелейшие экономической и политической ситуации в стране и в мире возможно эти банкноты применялись и для других расчетов учитывая что предприятие выпускавшие данные деньги было небольшим то и тираж этих банкнот крайне мало уверен что обзавестись таким предметом мечта любого коллекционера местных и частных угон россии 419 420 лоты управление хозяйственными предприятиями всеукраинского центрального исполнительного комитета сокращенно вудси ведомственный выпуск украинского украинской советской республики появление в продаже крупных номиналов 25 и 50 рублей большая редкость за все годы интернет аукционов можно найти лишь несколько проходов которые пересчитать можно по пальцам рекомендую ценителям редчайших вон 25 и 50 рублей вудси в отличной сохранности продолжу свой рассказ 1921 1922 годы одним из страшнейших последствий гражданской войны стал голод в россии по данным википедии в некоторых областях смертность в эти годы возросла в три раза один из способов помощи голодающим был выпуск благотворительных марок деньги от продажи которых шли на помощь голодающим у нас представлено несколько благотворительных марок на торгах в том числе и те которые собирались для голодающих вот к примеру вот 534 редчайшая благотворительная марка помоги голодающим по волжам и так кроме лотов которые я затронул в своем рассказе у нас выставлено немало редчайших предметов империи местные выпуски ведомственные выпуски обязательно заходите на наш аукцион чтобы познакомиться со всеми желаю вам удачных покупок читайте правильную литературу и пополняйте свою коллекцию если вам понравилось наше видео ставьте лайк желаю вам всем удачи